Глава Чувашии Михаил Игнатьев и заместитель министра строительства России Андрей Чибис обсудили ряд вопросов, касающихся проведения капитального ремонта, реформирования ЖКХ, повышения качества коммунальных услуг, переселения из ветхого и аварийного жилфонда. Андрей Чибис напомнил, перед российскими регионами и Чувашии в частности, поставлены масштабные задачи. Их выполнение должно быть под постоянным контролем властей Чувашии, по его словам, движется в правильном направлении. Нам нужны в ЖКХ пример успеха. То есть та концессия, которую мы видели, это правильный, хороший пример успеха. Надеюсь, что и в водоснабжение, и что в теплоснабжение нужно навести порядок с действующим оператором, нужно перевести это в концессию или в новую полкушную концессию провести. Но то, что республика правильно здесь движется в части частных инвестиций, это очень хорошо. Мы ваши друзья, союзники, соратники. Зашла речь и о других программах, успешно реализовать которые можно тоже в рамках частного государственного партнерства. Например, завершение строительства водоводов в южных районах республики. Мы рассматриваем этот вопрос тоже как приоритетный наш проект. В ином случае долгая стройка превратится, а люди не получат воду. Средства судной стороны должны. Поэтому прекрасно понимаем. Вопросы обеспечения граждан России доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг обсудили на окружном совещании, которое провел заместитель министра строительства России Андрей Чибис. В разговоре приняли участие представители строительной области фонда содействия реформированию ЖКХ, органов исполнительной власти, субъектов ПФО. Мы специально сделали рейтинг эффективности, готовности субъектов Российской Федерации привлекать частные инвестиции в ЖКХ. Рейтинг исходит из конкретных четких целевых показателей и тех законодательных обязанностей, которые должны сделать субъекты. И как они это реализуют? Я вам скажу, что Чувашская республика во всероссийском рейтинге занимает третье место. Потому что все утверждены схемы теплоснабжения, все утверждены схемы водоснабжения, проведена работа по регистрации соответствующего имущества.